Беларусь вперёд! 21 сентября откроется сельхозярмарка «Золотая осень». Будут сюрпризы, будут акционные мероприятия. Как долго продлится торговля? А также свои сады и точка в маршруте. Город посетил республиканский проект «Автопоезд Беларусь. Молодёжь. Профи», где побывали участники. Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко посетил крестьянское фермерское хозяйство под Минском, которое выращивает яблоки и сельхозпродукцию. В гости белорусского лидера хозяин пригласил на республиканском субботнике в апреле. Здесь, в 80 километрах от столицы, Игорь Абрамчик на 77 гектарах заложил сад осенних и зимних сортов яблок. Через 4 года урожайность его парков должна выйти на показатели не менее 3000 тонн в год. Цветут сады при научно-техническом содействии Института плодоводства НАН. Лук мы обеспечили? Пока обеспечиваем сами. 105% потребности. Обеспечиваем. К потребности 105%. Не к прошлому году, а к потребности. Прекрасно. А когда-то так начиналось. Я приехал на Припять, до сих пор помню, Попков был такой, не Попков Александрович, а Попков Гомельский. Начали про лук говорить. И вот как он говорит, Александр, да мы сами и прочее. Я говорю, хорошо. Да там 40 тысяч нам или сколько, он говорил, надо, этого лука было. Я говорю, хорошо. Сделаешь? Сделаю. Наградим. Он сделал. И сегодня мы вот 105% потребности, а лук завозили черт знает откуда. Поэтому надо решить сейчас этот вопрос, пока так называемые санкции. Пока эти ошалевшие себе в голову выстрелили, нам не везут на рынок этот лук. Ну и хорошо. По результатам визита Александр Лукашенко потребовал от правительства выработать конкретную программу в плодоводстве под нужды производителей и их возможности. Президент уверен, Беларусь может обеспечить плодами не только себя, но и поставлять за рубеж. Взял, что криво лежало. Могилевчанин подозревается в краже денег из авто. На след помогли выйти эксперты. В милицию обратились сразу двое областных жителей. Проблема у всех одна. Из их авто украли деньги. Обстоятельства схожие. Оба автомобиля ночевали на парковках возле жилых домов. Утром их владельцы обнаружили разбитое, во втором случае отжатое окно и пропажу средств. В общей сложности около 600 рублей. По подозрению был задержан 18-летний ранее судимый Могилевчанин. При проверке в Государственном комитете судимой экспертизы следов рук, изъятых в автомобилях, установлено, что один из следов принадлежит задержанному. Также след обуви, изъятый во втором случае, совпал с подошвой кроссовки Могилевчанина по общим признакам. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Вкусно и с пользой! 20 сентября Бобруйск посетил республиканский проект «Автопоезд. Беларусь. Молодежь. Профи». Вот уже третий год Республиканский молодежный центр организует инициативу при поддержке Минобор. В этом году участвуют 120 человек из Беларуси и России. Среди городов Синеокой маршрут пролегал через Бобруйск. В городе на Березине одна часть ребят с экскурсией посетили красный пищевик и познакомились с производством сладостей – зефира и риса мармелада. Здесь собрана лучшая молодежь нашей страны, которая принимает участие в этом проекте, которые, скажем, заслужили это место. Они были активными, инициативными, и мы хотим поддержать их, скажем, пыл. Поэтому вот эти проекты нужны и в качестве поощрения молодежи, и в качестве показать, что у нас есть очень много предприятий, которые градообразующие, культовые, где зарплата отличная, условия прекрасные, сколько мы ездим, смотрим, все есть. После экскурсии по городским предприятиям автопоезд направился прямиком к Бобруйск-арене. На прилегающей к ней территории участники взялись за лопаты в рамках акции «Сила в единстве». Усилиями молодежи на этом месте появились белые березы. Одна на всех! На неделе в Бобруйске прошла патриотическая акция «Беларусь вперед!». На площадке у Дворца искусств собрались тысячи патриотов. Продолжила праздничный вечер дискотека диджеев «Зефир-ФМ». В атмосферу народного единства погрузился Роман Костюков. Вечер четверга площадка у Дворца искусств переливается в красно-зеленых цветах. 3000 бобруйчан, настоящих патриотов, собираются вместе на концерт-акцию «Беларусь вперед!». Государственные флаги, растяжки и баннеры, мерч первого – неотъемлемые атрибуты. Городское руководство, трудовые коллективы, общественные объединения, учащиеся и молодые специалисты в атмосфере единства ожидают старта главного события осени. «Беларусь вперед!» В 17.30 все внимание к сцене. За атмосферу праздника отвечают лучшие творческие коллективы города. Вместе беларусы сохраняют историческую культуру, чтят традиции и строят будущее для каждого гражданина. «Почему я сегодня пришел на акцию, что сегодня уже успел увидеть и услышать?» «Я сегодня пришел сюда отдохнуть, погулять после колледжа, встретиться с друзьями». «Очень классный праздник, мне все понравилось, очень много патриотической темы, мне такое нравится». «День народного единства недавно был, поэтому решили всей семьей посетить данное мероприятие. Поддержать нужно всех сегодня». Спорт объединяет. Не пропускает праздник именитый далеко за пределами страны пожарный спасатель. Вместе с коллегами Евгений Ось показывает первоклассное мастерство воркаута, которое, в том числе, порой приходится применять в работе. Подхватывают движения атлетов и юные патриоты. Вместе с тем на сцену стремится главная футбольная команда города Белшина. «Количество людей, которое пришло, и та атмосфера, которая сегодня царит здесь, на площади, около Дворца искусств, видя лица, глаза наших ребят, молодых, людей постарше, я могу с уверенностью сказать, что акция удалась». На одной волне в 19.30 на той же площадке стартует дискотека диджея в «Зефир-ФМ». Более пяти тысяч человек кружат в танце. Не жалея рук и ног, в обручании отплясывают в ритмах самой сладкой радиостанции страны. Сразу после неба озарил праздничный салют. Позади 30 лет белорусской конституционной государственности, столько же институту президентства. Все эти годы белорусский народ сталкивался с трудностями, но всякий раз справлялся и двигался дальше в мире, созидании и единстве. Роман Костяков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Горячая пора. Горай Топсбыт активно реализует дрова и торфабрикет населению. Цена на топливо по карману каждому владельцу своего дома. Предприятие не только доставит заказ прямо к порогу, но и поможет с распиловкой бревен. Позаботиться о комфорте заранее. Природное твердое топливо пользуется спросом у домовладельцев города. Цены на уровне прошлого года. Куб древесины обойдется в 9 рублей 23 копейки. Тона торфабрикета чуть больше 29. Горай Топсбыт обслуживает Бобруйск, Осипович, Иглузск, Ироск, Кличев и районы. В текущем году были заключены договора с Кличевским лесхозом, Осиповическим, конечно же Бобруйским и Иглузским на поставку дров в адрес вашего филиала. За 2024 уже реализовано свыше 1200 тонн торфабрикета и более 4000 кубометров дров. В числе услуг и распил бревен. Причем разделывает их по запросу от 25 до 50 сантиметров. Фрукты, рыба, мясо, сало. В эти выходные в Бобруйске откроется сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Местопроведения привычные. Вдоль дома номер 41 Нагорького. Ассортимент также прежний – овощи, ягоды, мясо, саженцы и мед. И это далеко не весь перечень. Фермеров ожидается более 60. Ближе к ноябрю и того больше – под 80. Приглашаю всех жителей города Бобруйска уже завтра. Будет прекрасная возможность закупить на зимний период витаминную необходимую продукцию и получить удовольствие от увиденного. Будут сюрпризы, будут акционные мероприятия. Будет весело. Будем рады каждому. Ярмарка, напомним, продлится до 10 ноября и будет проводиться каждую субботу и воскресенье с 9 до 15 часов. Если вы ищете место, где можно пополнить свои зимние кладовые, то вам предоставляется прекрасная возможность выбора. Как говорил Гёте, хотя мир в целом двигается вперед, молодежи приходится всякий раз начинать сначала. В чем ее уникальность и существует ли конфликт между поколениями? Сразу после новостей зумеры онлайн. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!